Здравствуйте, из Янтая, с Еленой Новиковой, из Томской университете. Мы говорим об университетах третьего возраста. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Если надо описать свою родину как туристическая дестинация, которое слово вы будете выбрать? Это очень интересный вопрос, очень неожиданный. И вопрос, чем неожиданнее, тем на него ответ быстрее находится. Конечно. И моя версия сегодня, я не знаю, что будет через год, это, конечно же, загадка. Загадка? Загадка. Ну, конечно, конечно, загадка. Потому что когда мы сейчас говорим о Томске, мы говорим одновременно о городе, но мы одновременно говорим об этом городе как представляющем такой регион, как Сибирь. Большой регион. Большой регион. Но, как я уже имела возможность говорить, могу еще раз повторить, что с географической точки зрения Томск считается центром. Сибирь? Нет. В России? Нет. Свету? В мире? То есть, по решению некой международной сейсмологической организации в 1911 году, Томск был объявлен центром Евразийского континента. Ага. Да. Какая-то загадка. Вот. То есть, и это географическая, конечно, позиция. Но Томск так начал развиваться, что сейчас мы действительно имеем возможность поговорить о том, что Томск занимает некое особое положение, в первую очередь, в встрече европейской и азиатской культуры, встрече и презентации представления Сибири, потому что в Томске в конце 19 века был открыт первый за Уралом университет. То есть, Томск был не только географическим центром Сибири, а центром просвещения, образования от Урала до Дальнего Востока. Вот. Но и при этом понятно, что поскольку был открыт первый университет, который мощно развивается до сих пор, и я его представляю, вот, то этот университет совершенно закономерно сосредоточился на изучении Сибири, на изучении Азии. Следовательно, вот он действительно синтез европейского просвещения, европейского образования по отношению к Сибири. По отношению к Азии. Но почему тогда загадка? Казалось бы, раз мы просвещаем, то мы вообще все знаем. Но загадка состоит именно в том, и я говорю, как, ну, человек, который родился в Томске, вырос в Томске и так далее. То есть, кроме всего... Вы любите Томск. Я люблю Томск. Ну, что такое? Вот, я люблю Томск. Загадка состоит именно вот в этой встрече, в этом соединении, как в глубокой сибирской тайге, в непростом климате, в непростых условиях вырастает город, вырастает европейская Европа, вырастает европейская культура. Это один поворот. Другой поворот, это уже поворот, связанный с нашим контекстом. Вот Томские университеты... Еще один рекламный момент. Томск является единственным городом в России, в официальных документах которого прописано, что вузы, университеты являются градообразующими предприятиями. То есть, у нас градообразующие предприятия не фабрики и заводы, а наши университеты. И вот, загадка состоит в том, что... То есть, Томск, это, конечно, город вечной молодости. Еще один статистический момент, что в Томске, Томск первый город по количеству студентов на душу населения. Интересно. Вот. Но, и при этом, и при этом, конечно же, вот эта вот культура этого города задает совершенно особое отношение и по отношению к людям старшего. Это очень важно, потому что вы сказали, Томск в молодом городе. Город. Ну, город молодежи. Да. Ну, в сущевременно есть. Вот, да, вот это, вот, это как бы загадка номер два. Да. Первая загадка Европа плюс Азия и Сибирь, да. Загадка номер два, это действительно город молодежи. Город молодежи. Но одновременно город, в котором действительно не... Ну, вот это движение третьего возраста сформировалось вот изнутри. Сформировалось само. Да, вот ассоциация делает колоссальную вообще работу, безусловно. Ну, видимо, я скажу это в ответе на следующий вопрос. Но я просто знаю, что вот эта потребность... Я не хочу сказать помогать. Потребность заниматься людьми старшего возраста... Будет полезной. Будет активной. Это будет, это было внутренняя потребность... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова